Поляризация клеток микроглии и микрофагов на различном удалении от травматического повреждения спинного мозга. Так называется научный проект Эльвира Ахмедзяновой. Младшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории OpenLab генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Исследования направлены на изучение иммунных клеток центральной нервной системы при травмах спинного мозга различной степени тяжести. По словам Эльвиры, исследование уникальное, ведь эта сфера ранее учеными не изучалась. Раньше считалось, что иммунные клетки работают только в месте повреждения. Сейчас мы предполагаем, что данные клетки разрушают или восстанавливают нервную ткань не только в месте повреждения, но и на большом удалении. А таких исследований еще не было. То есть оно у нас такое первое. Эльвира изучает проблему восстановления спинного мозга после травмы уже на протяжении 8 лет. При его разрыве в участках тела ниже места повреждения нарушается связь с головным мозгом. Чаще всего люди с такими травмами приобретают инвалидность. Чтобы максимально снизить все риски, важно понимать, как работают клетки в месте травмы и в организме в целом. Что и как на них влияет. Каков иммунный ответ. Накануне проект поддержал российский научный фонд. Размер гранты на исследование составил около полутора миллиона рублей. Сейчас мы уже получаем изолированные культуры чистые, макрофагов и микроглии. Уже смотрим их поведение, проводим некоторые анализы еще до получения средств. То есть идут уже подготовительные работы. В перспективе исследования поможет ученым в разработке эффективных методов лечения и лекарственных средств при травмах спинного мозга. Наличие фундаментальных знаний о процессах, которые происходят в организме в момент повреждения, позволит подобрать индивидуальные рекомендации для каждого пациента. Маргарита Михайлова, Карина Саяхова, Фарид Захитаглы. Универньюс.